Продолжаются всероссийские филармонические сезоны. Это проект Министерства культуры России. Благодаря нему жители Хакасии смогли, еще смогут побывать на выступлениях звезд без преувеличения мирового масштаба. В частности, наши зрители смогли услышать академический большой хор мастера хорового пения. Сегодня в нашей студии руководитель коллектива, народный артист России, дирижер Лев Конторович. Лев Зинович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за то, что в своем плотном графике вы все-таки нашли время, чтобы поговорить с нами. Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе. Что это за мастера хорового пения такие? Сначала о коллективе. Нам 90 лет, нашему коллективу. Создавал его Александр Васильевич Свешников. Я думаю, кто интересуется музыкой, слышали эту фамилию. И вот самые выдающиеся музыканты работали с этим коллективом. И с 2005 года я руковожу этим коллективом у нас. В связи с нашим юбилеем много выступлений. И по России мы гастролируем. И за рубежом. Выступали вот сейчас недавно совсем. Были сначала в Риме, потом в Берлине. Весной мы едем в Южную Корею. Там будет около 10 концертов. А летом мы едем в Кальмар. Там ежегодный фестиваль проходит. Его организовал Владимир Спилаков. И это выдающийся музыкальный фестиваль. Там выступают действительно все звезды. И каждый год очень интересная тематика. И вот в рамках нашего юбилея совпало так, что мероприятия, которые проводят Министерство культуры, нас включили вот в это замечательное тоже мероприятие. И мы рады, что была возможность приехать к вам в Хакасию. Мы здесь первый раз. Лев Зинович, вы называете такие имена, называете такие города. Берлин, Рим. А вот накануне вы сыграли в Абакане. Вот в такой глубинке. Как для вас отличается публика вот в тех же столицах мировых? И здесь у нас, ну в провинции, что говорить? Мы были просто приятно удивлены таким приемом. То есть такой теплой, такой публике готовой эмоционально сразу выразить свое отношение к тому, что они слышат, в общем, нигде нет. Для нас это первый раз такая горячая публика. Такая, мне кажется, немножко истасковавшаяся по вот такой музыке. Очень высокой, с одной стороны, и очень яркой. И это было удивительно. Каждое сочинение принималось просто, как будто просили сразу на бис и повторить. Во втором отделении мы исполняли «Рекви» Моцарта. Я так понял, что это первый раз тоже исполнялось в Абакане. Никогда не было. И замечательный совершенно оркестр. Но ведь любой коллектив, насколько он хорош, это зависит от того, кто им руководит. И вот Вячеслав Геннадьевич очень интересный, грамотный музыкант, интеллигентный, образованный. С ним очень приятно было сотрудничать. И очень интересная атмосфера в оркестре. То есть они тоже хотели все сделать максимально хорошо. И вот репетиции проходили очень плодотворно. Мы искали вот какие-то такие моменты, чтобы это произведение прозвучало вот именно так, как хотелось бы, чтобы публика все услышала и все поняла. Вы остались довольны работать с нашим музыкантом? Да, вы знаете, нам очень понравилось работать с вашим оркестром, с вашим дирижером. И если будет возможность, я думаю, что у всего коллектива прекрасные ощущения. И мы бы с удовольствием приехали к вам еще. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, должно что ли искусство развиваться в России? То есть вы уже сказали, что по первому впечатлению вам показалось, что немного не хватает публики такого качественной музыки. Ну, я хочу здесь процитировать Владимир Владимирович Путин. Сейчас была пресс-конференция. Он как раз там говорил о том, что нельзя идти на поводу у публики, то есть опускаться на ее уровень. А наоборот, задача музыкантов, задача вообще искусства нашего российского – поднимать культурный уровень нашего населения. И поэтому, я думаю, вот тот фестиваль, который проводит филармония – это очень важно. И наша задача действительно пропагандировать высокую классическую музыку. Но, кроме того, хочу сказать конкретно о хоровом искусстве. Вы знаете, что у нас и российское хоровое общество. У вас есть прекрасный детский коллектив, который знает, в общем-то, вся Россия. Так что вам нужно работать и работать, и чтобы мы услышали не только детские коллективы, но и другие. Ну, вы дальше отправляетесь дальше в свои гастрольные туры, да? Скорее всего, мы не скоро вас увидим. Ну, мы едем сейчас в Красноярск, там у нас два концерта, а потом возвращаемся в Москву. У нас там огромное количество концертов. Ну, и я уже говорил, потом поедем по другим странам и весям. Лев Зинович, не могу задать такой стандартный вопрос. Вы все-таки впервые у нас в Хакасии. Как вам наша республика, город Абакан? Город, я мало посмотрел, но мы сегодня были в музее замечательном. Вы знаете, это такое достижение тоже ваше. Я считаю, что вы сделали такой прекраснейший музей. Была экскурсия для участников нашего коллектива. И очень грамотный музыковед, ой, не музыковед, искусствовед, простите, я все про музыку. Вот, замечательный совершенно нам рассказывал о том, оказывается, что вот памятники, до четырех тысяч лет до нашего времени, они вот сохранились. Это очень интересно. И вообще о культуре вашего хакасского народа, о том, кто вы есть родом. Это очень интересно. И оттуда пришли люди, отсюда все это слилось. И я думаю, что, как я понял из этой лекции, что вашему народу повезло, потому что у вас такие богатые истоки. Да, у нас очень древняя земля, действительно, культура Хакасии богатая. Я надеюсь, что с хорошей стороны вам запомнится республика Хакасия. Мы никаких плохих сторон просто не увидели, поэтому я даже не знаю, что тут может быть плохого. У нас замечательные условия, прекрасный отель, внимательно к нам все относятся, такие люди доброжелательные. Это ведь тоже характеризует. То есть какой народ, так все у вас и будет. У вас будет все хорошо. Я желаю, чтобы в новом году у вас было все лучше, лучше и радостнее, радостнее. Спасибо большое, Лев Зинович. Благодарим вас еще раз за то, что нашли для нас время. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok